Как определить, духовно развитый ты человек или нет? Событие плохое произошло. Любой человек сначала входит в состояние недовольства. Думает, ааа, что такое? И ему хочется всех как бы обвинить в этом во всем, у любого человека. Но духовно развитый человек сразу знает, что это его проблема, сразу знает. И поэтому он не выходит из равновесия. С ним что-то случилось плохое, он чувствует, я виноват во всем этом. Обычные люди так не ведут себя. Они всегда находят причину вовне сначала. Почему он так считает, что он виноват? Потому что он знает, что он грешный. Обычные люди не знают об этом. Они могут только догадываться. Это означает, что уже благость начинает развиваться в сердце. Я уже догадываюсь, что я грешный. Когда я догадываюсь, я могу слушать. Благостные люди могут слушать другого человека. Страстные слушают, когда им выгодно. А невежественные вообще не могут слушать. Они пришли куда-то так и ушли. Они не могут слушать, потому что, ну, что он вообще из себя здесь корчит, этот чикарик. И уходит сразу. Я ничего не корчу, я просто как бы с вами интерактив. То есть я говорю о том, что мне надо поменять свои жизни. Вам говорю. Что мне надо поменять свои жизни. Я говорю. В этом лекция. Ну, так, по крайней мере, должно быть, чтобы я так говорил. Меня заносит, конечно, периодически. Но я должно быть вот так вот, чтобы я говорил. Это уже благость. Я разрушила семью. Вот это благость уже. Я разрушила семью. Более двух лет назад. Бывший муж сейчас в новом браке. Мужчина, с которым я встречаюсь последние три месяца, разрушил семью более двух лет назад. Бывшая жена сейчас в новом браке. Мужчина ведет себя безответственно по отношению ко мне в мелочах. Например, не выполняет мелких обещаний, может не перезвонить, не заехать и так далее. Но при этом говорит, что готов жениться. Вопрос. Стоит ли пытаться создать с ним семью и отрабатывать карму или нет? Мне рассказали одну историю. Один маленький мальчик, ребенок, он пришел, когда к бабушке на огород, он увидел, что лук такой очень маленький. Маленький лук рос. И он очень сильно обиделся, что он маленький. Взял его, начал пытаться его увеличить, чтобы он больше вырос. Почему он такой маленький лук? И как бы он в результате повыдергивал все луковицы. Вопрос заключается в том, а почему он повыдергивал, в чем причина заключается? Он хотел быстрее, да? Вот часто женщины, они хотят быстрее. Вот нормально, как бы мужчина, нормально созревает. Смотрите, нормально созревает. То есть он безответственно себя ведет и при этом готов жениться. Это означает, что он созревает до семейной жизни. Что делать? Мучить его дальше. Потому что у женщины есть единственный шанс воспитать своего будущего мужа, это держать его на расстоянии, когда он в тебя влюбился. Это единственный шанс сделать из него человека. Потому что потом все равно обнаглеет, когда вместе будем жить. Все равно обнаглеет. Но единственный шанс из него сделать человека, из него держать на расстоянии, говорит, что вот для того, чтобы мы поженились, тебе надо вот в этих мелочах измениться. Я тоже готова как бы работать над собой, но мы не можем сейчас вот в таких отношениях создавать семью. Отношения неправильные. У нас нет серьезности в этих отношениях. Мы должны стать серьезнее в них оба. Тебе надо вот в этом, а ты мне скажи, что в чем мне надо меняться. Я тоже меняюсь. Это называется построение отношений. Понимаете, как люди встречаются для чего? Они встречаются не для того, чтобы вот это. Понимаете, они не для этого встречаются. Нет, ну некоторые думают, что для этого. Но я говорю, как надо создавать семью сейчас. Семью надо создавать вот так, держать человека на расстоянии и пытаться построить возвышенные отношения с ним. Правильные отношения построить. Честные отношения. А потом уже, когда они построены, можно создавать семью. И периодически вспоминать о том, чего мы хотели вообще вместе. Когда мы встретились, чего мы хотели изначально, каких отношений мы хотели. Потому что сначала Бог дает эти подарки, такие отношения. Вот чего хочешь, то он и даст. Все. А потом они все равно будут меняться в худшую сторону, и надо их возвышать. Но хотя бы надо понять, хочет человек вот таких отношений? Нет. Любит или нет? Богом дан или нет? Как определить, что Богом дан? Женщина держит на расстоянии человека, а он не отваливается. Он хочет, продолжает, хотит создать семью, меняется, работает над собой, значит Богом дан. Не факт, что он будет так же интересоваться духовностью, потому что мужчине очень трудно начать интересоваться духовностью. Мужчина жизнь идет таким образом, он очень погружен сильно в деятельность, и чтобы ему возвыситься как бы вверх. Вот смотрите, женщина поднимается в жизни, как воздушный шар, то есть просто накачалась каким-то знанием и полетела. А мужчина, он как бы меняется, как самолет, вы знаете, разгоняется такой, разгоняется и как бы лететь, тяжело взлетать мужчине очень, потому что много дел, понимаете, ему тяжело вот уделять время духовной жизни. А женщина раз, и взлетела все. Потом опять сдулась так же раз назад, тоже так же очень быстро. Мужчина, если взлетел, он уже летит на этой высоте, все, понимаете. Поэтому надо ждать. Надо ждать. Не то, что он сразу таким возвышенным станет, не факт, но надо условия ставить в отношениях, условия ставить. Стоит ли мне начать общаться? Кстати, мы продолжаем пока ответ на вопросы, сейчас люди собираются. У нас с 27-го обычно подпольно начинается лекция, для тех, кто первый раз. Потому что, знаете, у меня рвотный рефлекс наступает, определенные вещи рвет меня, вырвать их хочется. Когда кто-то выходит и говорит, впервые в Москве, или там впервые в этом месяце перед вами выступит Олег Геннадьевич Тарсунов. Ура! Рвотный рефлекс начинает наступать. Почему? Потому что я-то знаю, кто такой Олег Геннадьевич Тарсунов. Я знаю, кто он такой, понимаете. Вот. И когда из него делают что-то другое, тогда это становится печально. Поэтому мы начинаем чуть пораньше, чтобы плавно пройти вот этот этап, вот этот торжественный, убрать из лекции как-то. Ну и потом ответ на вопрос тоже хорошо. Стоит ли мне начать общаться с мужчиной, как у него проблемы с работой? Сейчас общаться с мужчиной, как у него проблемы с работой. Увольняется и не знает, что делать дальше. А, понял. Что во мне не так? О! О! Супер! Вот связь. То есть мы говорим о связи. Мужчина не хочет работать, что во мне не так? Я не хочу заниматься семьей. Женщина ответственно относится к семье. Что это значит? Это значит, что она серьезно думает о личной жизни. Она хочет навсегда создать семью. Она хочет заботиться о муже, учиться этому. Она хочет серьезно готовить, серьезно отдавать свою жизнь мужу. И в свободное время от этого немножко подрабатывать. Или, может быть, и не подрабатывать. Но при этом сразу возникает вопрос, а на что жить-то, Олег Геннадьевич? На что жить? А вот если не с кем жить, да? Не с кем. Тогда женщина между делом подрабатывает, чтобы тихонько жить. Чуть-чуть на что-то. И при этом очень сильно работает над собой, чтобы создать семью. Очень сильно работает над собой, и чуть-чуть работает. Понимаете разницу? И результат какой получается? Она становится очень привлекательной для тех, кто хочет создать семью мужчин. Вот куда женщина смотрит, такой она и получается. Чего она хочет, то и получается. Если она такая уже вся состоятельная, крутая, какого она себе найдет мужа? Безработного, который думает, о, классная женщина досталась. Она и работает, и деньги получает, и квартира у нее есть, и сексом можно заниматься. Все блага сразу. Вот супер вообще. Ничего не надо делать, дома можно сидеть. Вот такого она найдет. Почему? Потому что всегда это все совмещается. Ну представьте себе, вы независимая дама, уже такая у вас все есть, уже вы такая крутая. И вам находится мужчина серьезный, ответственный. Как он себя будет вести в жизни? Ответственный серьезный мужчина. Вас будет ставить на место. Скажет, забудь, что у тебя там есть квартира, машина, ты здесь жена, служи семье. Она говорит, ну слушай, ты со мной разговаривай понежнее. Я уже всего достигла, тогда до свидания, моя хорошая. До свидания. Раз ты всего достигла, найди себе другого, который будет тебе смотреть в рот. Серьезный мужчина в рот не смотрит. Понимаете, вот видите, здесь есть определенная проблема. Куда силы направил, то и получилось. Но всегда вместе все не получается. Допустим, хочешь хорошего секса, значит мозгов в семье не будет. Будет только секс. Хочешь мозгов в семье, чтобы развиваться, возвышенно жить, секса будет меньше. Вот вместе ничего не получается. Понимаете, энергия куда-то должна идти, или туда, или сюда. Вместе не получается. Хочешь много, чтобы было денег, значит придется много работать. Отдыха не будет. Хочешь отдых, значит будет мало денег. Понимаете идею? Человек выбирает то, что правильно. То, что правильно. Надо изучать, что такое правильно. Мы не знаем, кажется, что такое правильно. Меня один человек спросил, я хотел ему благословения, я говорю, пожалуйста, дайте мне благословение, чтобы лечить людей. Он говорит, благословение означает знание. Чтобы получить знание, для этого надо сначала задать вопрос. Я тебе задаю вопрос, а зачем их тебе лечить? Я такой, опа. Я говорю, как? Ну, чтобы они были здоровыми. Я говорю, а почему они должны были? И он говорит, а почему они должны быть здоровыми? Смотри, человек получает болезнь за то, что он не так делает. Почему он должен быть здоровым? Я говорю, так что, их не лечить, что ли? Он говорит, нет, лечить, но ты должен разобраться с этим вопросом. Я начал чесать репу ходить, разбираться с вопросом. Потом дальше Господь мне подсказал, и мне начали писать письма, благодарности пациенты. Спасибо, Олег Геннадьевич, за то, что вылечили мне головную боль. Теперь я могу пить три литра пива, и голова не болит. Спасибо, Олег Геннадьевич, за то, что вылечили мое сердце. Теперь я ругаюсь с женой, и сердце не болит. Ну вот это да, помог, помог человеку. Видите, я понял, что давать людям знания выше, чем лечение. Если ты не даешь людям знания, то это просто обман. Если ты людей лечишь, не даешь им знания, это просто обман. Ты обманываешь их просто, и все. Зарабатываешь на них деньги, потому что им и твое лечение в этом случае не поможет. Видите, оказывается, мы много чего не знаем, поэтому и получается не так, как надо. Почему не так, как надо получилось? Потому что нет знания. Веды говорят, первое, что нужно человеку в жизни, это знание. Надо изучать. Изучать, пытаться понять, как лучше, как правильнее. И это у меня склероз уже старческий. Проблема с работой. Стоит ли начать общаться, то есть начать общаться с этим мужчиной? У него проблемы с работой. Может быть и стоит, и посмотреть. Общаться ведь не означает в постель сразу прыгать. Вот почему вопрос-то задан. Женщина боится. Смотрите, почему задан вопрос. Женщина боится привязаться. Она думает, вот сейчас начнусь, потом не отвяжешься. Начну общаться, потом не отвяжешься. А почему? А потому что она не знает, что значит общаться. Потому что культура другая, понимаете? Люди как общаются. Они познакомились, посидели в ресторане. Цель. Они привыкают друг к другу для того, чтобы как можно быстрее лечь в постель. Потому что, ну, пока еще рано ложиться. Ну, ладно, ну еще посидим в ресторане. Ну, раз, ручку положил на колено. Ну, молодец, первый шаг сделал. Уже ближе к постели. Потом еще ближе. Потом, оп, уже в постели лежим. Нормально, все. Значит, познакомились. Так цель-то совсем другая. Цель заключается в том, чтобы понять, к кому ты привязываешься. Потому что, когда постель наступила, тогда уже все. Для женщины вариантов нет. Она привязалась уже. Она не может никуда деться от этого человека. Она примагнитилась к нему. Все. И она боится. Она говорит, надо ли знакомиться с этим человеком? Надо понять, что это значит знакомиться. Знакомиться значит общаться на расстоянии с ним. Можно в любой момент закончить отношения. Нет проблем, не является грехом. Начать отношения. Пообщаться, поразговаривать и закончить их. Почувствовать что-то не то. Закончить. Пообщаться. Понимаете, общаться не означает ничего другого, кроме этого. О чем я сейчас сказал. Общаться означает двигать губами. И при этом губы не смыкаются. Союз Аполлон не происходит. Состыковка Союз Аполлон не происходит. Просто мы двигаем губами и разговариваем. И руки тоже никуда не лезут. Просто разговариваем. А если лезут по рукам? Мы общаемся просто. Женщина должна сначала установить господство над мужчиной в отношениях. Должна показать свои права. Ведет себя неправильно. До свидания. Потому что женщина имеет на это право полное. Она устанавливает отношения сначала. Женщина это делает. Не дотрогай, не дотрогай. Почему же глядишь так строго? А за окном бушует месяц май. И губы шепчут мне прощай. Глаза глядят останься. Мужчина есть природа такая. Он лезет, пытается достичь женщину. Она должна быть недотрогой. Должна отодвигать его и воспитывать, учить отношениям. И он будет ее за это уважать. Бесконечно уважать. Вот настоящий человек достался жизни. Понимаете? А не прыгать в постель с ним. Мужчины не уважают таких людей. Конечно, классно. Классно. Мужчина наслаждается, но он не уважает. Поэтому бросает потом легко. Начинает понукать такой женщиной. Понимаете? Нет образования, значит, у женщин. Как себя вести? Всю жизнь живем в гражданском браке. Недавно у нас было 9 мая. Этот день победы. Ну, то есть, в гражданском браке. Такое слово очень возвышенное, да? Порохом пропал. Ну, то есть, возвышенное слово очень гражданском. На самом деле, в каком браке? В каком на самом деле? Да это не брак. О, в греховном браке живем. В греховном. Потому что мы друг другу обещания перед Богом не давали. Перед государством не давали. Мы ни перед кем не клялись, что мы будем вместе. Мы детям своим не можем сказать, что мы, муж и жена. Не можем. Но при этом, как бы, называем это таким возвышенным словом. Последние 5 лет муж не разговаривает. Но это результат таких отношений. Не дает денег. Понятно. Обзывает меня плохими словами. Это значит, сладкий вкус кончился уже. У каждого человека в жизни сначала идет сладкий вкус, семейная жизнь. Потом, оп. Если мы любовь не копили, не взращивали отношения, долг свой не выполняли, не служили близкому человеку, а брали, брали, брали. Потом наступает, в какой момент, пусто уже. Копилки вот этой судьбы пусто. Брать нечего. И начинает, искоменно наступает. Он начинает сразу говорить плохие слова. Я на него обижена. И, как бы, всегда в таких случаях в тайне возникает. Может, пора сматываться. Хотя я всегда старалась с ним правильно жить. Всегда старалась. Всегда. А он скотина не старался. Проблема в чем заключается? В том, что он скотина, а я хороший. Главная проблема в жизни. Любого человека. Первый этап. Беспросветное страдание. Означает, он скотина, а я хороший. Беспросветное страдание. Беспросветное. Второй этап. А может, это не так? Может, надо разобраться в этом? Может, что-то по-другому все-таки? И третий этап. Оказывается, любить мужчину означает не только вот ходить вот так вот, на задних лапках перед ним, а еще так же означает воспитывать его, воспитывать. А это так тяжело женщине делать. Женщина или может кричать на мужчину, или обижаться, или ходить на задних лапках. И то другое означает эгоистическая деятельность. Но воспитывать означает с любовью им говорить правду, когда все хорошо, не когда все плохо, а когда все хорошо. Но для этого же надо честно жить в своей семье, выполнять долг перед близким человеком. А это непросто уже, это уже непросто. Для этого сильное сердце надо иметь. Смотрите, женщина ходит перед мужчиной на задних лапках, один вариант. Женщина пытается доминировать над мужчиной всегда и боится ходить перед ним на задних лапках. Второй вариант. Почему женщина ходит на задних лапках? В чем проблема? В чем причина? Потому что ей нравится, что он дает ей спокойную жизнь, что он работает, что он защищает ее. То есть она же на задних лапках ходит не бескорыстно перед ним, правильно? У нее есть свои интересы в этом во всем. И она как осуществляет эти интересы? По-женски. По-женски. Просто не трогать его, и тогда он останется рядом со мной. Ты его не трогаешь, что он делает? Наглеет, наглеет больше, начинает бить, насиловать. Так? Почему? Потому что ты беззащитная тварь для него. Беззащитная тварь, которая может делать все, что угодно. Почему тварь? А потому что такая женщина потеряла чувство собственного достоинства. Она ради счастливой жизни готова отдать все. Даже собственное достоинство. Результат какой? Мужчина наглеет. Так у меня вопрос, а кто виноват-то в этом? Оба виноваты, но сначала женщина. Кто виноват сначала? Сначала виноват тот, кого бросают. Теперь второй вариант. Женщина доминирует всегда над мужчиной. Он, допустим, ее чуть строже попросил, она сразу стельки катать. И не уступает. Даже если он ее бьет, она все равно не уступает. Потом очухивается опять за свое. Почему она так делает? В чем причина? Потому что она когда-то, может быть, в прошлой жизни уже была вот этой вот беззащитной тварью, понимаете? И она уже получила вот когда-то этот опыт, что мужская природа склонна насилие совершать. Она склонна доминировать, захватывать власть. И такая женщина ни на йоту не уступает. Она говорит, да нет, не будет тебе власти. И сражается с мужчиной, постоянно делает из него петуха. И он начинает драться с ней, там мучить ее, в конце концов бросает, уходит, и находит себе безропотную тварь, чтобы в ней счастливо жить какое-то время. И оба типа отношений называются неразвитыми отношениями. Почему? Потому что в них нет любви. В них есть просто глубокая корысть, которая действует по-разному. Как же должна женщина себя вести в семье? Она должна смиренно себя вести с мужем, и одновременно у нее должно быть чувство собственного достоинства. Она должна говорить ему правду, не бояться, что он уйдет от этого. Уйдет, значит, такова судьба. Но говорить надо с любовью, потому что, когда говоришь с любовью, уходить не хочется. Вот смотрите, я вам могу простой пример привести. Я вам сейчас говорю правду, мне даже страшно становится того, что я сейчас говорю. А вы сидите и слушайте. Почему? Потому что я делаю это с любовью. А если я это делаю не с любовью, я смотрю в ваши глаза, и в них появляется неприязнь. Это значит, что у меня там нет любви в сердце, и я стараюсь тогда говорить с любовью. Вот и все. Так должна протекать жизнь. У нас здесь тоже личная жизнь протекает. Мы с вами глубокие отношения строим. Не просто отношения, а глубокие отношения. Поэтому очень просто, метод очень прост. Не надо лукавить самому себе и думать, что у тебя все будет нормально, и не надо бояться судьбы. Надо говорить правду близкому человеку, надо выполнять перед ним свой долг, означает любовь настоящая. На работе проблемы руководитель, старший бухгалтер, просто издевается. С каждым днем увеличивается работа, без увеличения зарплаты. Знакомая история, да? Не пускает в отпуск надмеренно. На мои возражения всегда один ответ. Не нравится – уходи. Волиться не могу. Проблемы со здоровьем. В общем, и в отпуск надо, но не факт, что отпустят. Почти каждый день – истерики. Прихожу домой в слезах. Невыносимо. И подговорила главного бухгалтера пожаловаться некому. Старший бухгалтер, то есть главный еще бухгалтер. Ну ладно. В общем, идея очень простая. Смотрите. Женщина поставила своей целью жизни работу. Ну вот работа – это и есть то, что меня спасет. Цель жизни человека – работа. Какой результат? У него очень сильно появляется надежда, что работа принесет счастье. Так? И он эту надежду, веру, начинает возлагать на людей, которые являются руководителями. Но руководители извлекают из нее прибыль. Они не строят с ней вот такие возвышенные отношения. Они из нее извлекают прибыль. Понимаете? Они видят, человек пришел с верой. Так? Смотрит. Значит, можно больше его дать работы. Выполнил еще больше работы. Зарплату не повышаем. Они эксплуатируют, извлекают прибыль. Что делать? Уходить с работы? Опять, если ты так же с верой пришла, опять та же самая ситуация будет. Опять. Во что женщина должна верить? Она должна верить в Бога. На втором месте стоит семья. Вот смотрите, в семье какая ситуация. И та же самая. Женщина, она отдает свою судьбу семье. Так? Она много там терпит, страдает. Иногда муж наглеет. Но у нее даже нет идеи, да? Как-то менять эту ситуацию. И это означает женская природа. Там женщина может это терпеть. Допустим, мужчина работает. И начальник эксплуатирует его. Видите, у него нет идеи менять. И он так сильно не страдает от этого. Ну, если козел будет дальше меня эксплуатировать, поменяю работу. Он как бы верит в это все. Но это его природа. Он может так жить. Допустим, рыба легко в воде себя ведет. Но когда ее на берег выбрасывают, она вот так дергается, прыгает. Она не может плавать так быстро. Почему? Потому что не ее среда. У женщины среда. А где? Это ее дом, семья для женщины. Она там плавает очень хорошо, легко. Ей легко так жить. В семье. Это ее природа очень тонкая. В близких отношениях изощренная у женщины. Когда она попадает в коллектив, там не ее среда. Грубые производственные, деловые отношения. Ей тяжело. Обижается, скованно себя чувствует. Тяжело. Зачем тогда предаваться этой среде? Вот смотрите, вопрос-то какой. Что мне делать, Олег Геннадьевич? Ну вот женщина как себя вести должна? Ну вот заставили работать больше. Подходите как бы к старшему бухгалтеру, к главному пока не надо подходить. Подходите к старшему бухгалтеру и говорите, а я не могу больше работать. Говорит, как не можешь? Останься. Не могу остаться. Ну тогда мы тебя увольняем. Ну смотрите. И пошла домой. Оставили? Оставили. Не оставили? Не оставили. Все. Женщина спокойно относится. Потом раз, нашла себе другую работу. Женщине надо обязательно вот на одной работе работать? Нет, не обязательно. По судьбе она может туда-туда устроиться, куда она считать нужно. Все. Теперь нет работы. Опять нет работы у женщины. Как она живет? Смотрите. У женщины нет работы. Есть подружки, они поймут. Всегда, когда у женщины нет работы, подружки поймут, скажут, давай мы тебе поможем. Поможем, давай ищи работу. Родители поймут, скажут, доченька, ну приезжай к нам, поживешь. И все нормально. Доченька приехала, нормально. Ну она у нас женщина. Что? Ну нет работы, ничего страшного. Все нормально. видите как бы женская природа может без работы жить мужская нет мужчине надо работать укрепляться на работе и там судьба ему создала все условия он такой ему сказал больше еще работа он такой чего то есть он как бы он может поставить за себя женщины это она верит начальнику верит такой хорош человек начальник хороший мужчина он берет но он как уверен может быть и берет думает что делать дальше и с мужчиной поэтому так не поступишь особо взять его и работай больше еще больше работы еще больше есть такие мужчины конечно но с ними так и поступают почему нет чувства собственного достоинства сейчас я вам в этом плане расскажу одну ведическую историю интерес смотрите очень простая история одна змея решила стать святой кобра и она решила что никого не буду кусать насмерть все дала клятву и через две недели ее начали закидывать камнями бегают за ней никто и не боится она уже все никого не кусает все поняли что она святая ну ну будем ее кидать камнями и она при приползает к святому человеку отреченному такая змея разговаривать может разговаривать и говорит что делать то он горит а ты не кусай а купюшончик то раскрываю так я не отстал от тебя пойму что это обычная змея и все и не буду тебе приставать бегать за тобой так получилось если человек раскрывает капюшончик вот так это не значит он плохой просто он показывает что у него есть чувство собственного достоинства иногда и все это нормально кому тем людям с которыми ты строишь не любовные глубокие возвышенные отношения просто деловые понимать любовные возвышенные отношения могут быть только с наставником даже в семье надо иногда капюшончик открывать чуть-чуть так раз все я и муж хотим жить в разных странах но может понятно а вы то зачем когда мы женились то думали что уговорим друг друга либо уехать как я хочу либо остаться как он хочет но чем дальше мы вместе тем острее возрастает этот вопрос у нас уже ребенок два года хороший вопрос ответ очень простой надо ехать мужу женщина должна выбрать мужа они свободу мужчина не может поменять деятельность он не может переезжать его природа оставаться там где он есть женская природа привыкать к тому месту где живет муж на должна все бросить поехать муж вот такой ответ очень простой почему потому что женщине проще привыкать приспосабливаться новой обстановке мужчине тяжелее ради семьи женщине легко это сделать ради семьи мужчине нет все ответ очень простой нет вариантов здесь никаких а может он все-таки приедет может быть и переедет а может быть и нет есть еще другая проблема если вы рядом с ним не будете долгое время у него заведется другая жена заведется именно вот так я сейчас объясню почему потому что женщина она пахнет ароматом любви мужчина не пахнет ароматом любви а женщина пахнет но мужчине положено чтобы рядом с ним был этот аромат любви если долгое время нет рядом с аромата любви, то он заводится. Как это происходит, никто не знает. Он заводится. Поэтому женщина должна жить рядом со своим мужем, чтобы другой аромат любви не заводился рядом с ним. Не заводился. Понятна система, нет, женщины? Я ему доверяю. Но сделать не в доверии, а в этом аромате, понимаете? Ну ладно, спасибо вам за ответ. Вот греки ваши. Так, ну это уже большое письмо очень. Почти что книга. Была избушка ледяная. Были отношения с девушкой на протяжении трех с половиной лет. Многое вместе пережили. Я хотел создать с ней семью. Заводил тему про детей. У нее до меня никого не было. Но она решила, что жить на Западе лучше. А в России нищета и беспредел. И улетела в Канаду. Это вообще даже уже не Запад. Я долго пытался тоже уехать в Канаду. Но не получилось. Даже продал машину, чтобы нанять репетитора по английскому. Однажды... разговаривать. Что там? Зачем нам репетитора? Приезжаешь туда. Я в Лос-Анджелес приехал, в Америку. Я там ни одного англичанина не встретил. Я там жил в русском районе. Там русские магазины. Там английский-то не нужен особо. Я думаю, я английский знаю, что-то скажу. Я все по-русски только говорил. Все время. И лекции на русском читал. Там все нормально. Там не нужен английский совсем. А если как бы вы прилетели только в Канаду, тоже не волнуйтесь. Если вы ничего сказать не можете, они поймут, что вы русский. И все оформят вам, все как бы сделают и отправят вас. Не волнуйтесь, тоже все нормально. Там все понимают, что русский человек есть. Русский, ничего с ним не сделаешь. Даже русский, которые английский выучили, они все равно потом все по-русски там делают. В Америке. По-русски разговаривают со всеми потом. Все по-русски делают. Надписи все. Все. Магазины. И не просто там, допустим, магазин, а вот именно на старом русском хлебобулочные изделия. Вот такое вот. Прошло полгода никаких писем, звонков. А, ну все, значит, аромат появился. Словно я никто и ничего не было. Ну, аромат появился. В чем была моя ошибка? А, это она аромат-то. Понятно, в чем была моя ошибка. Да никакой ошибки нет. Просто надо найти другой аромат. Проблема заключается в том, что девушка должна выбрать мужчину. А если она выбирает Канаду, значит, она несерьезный человек, нет смысла с ней строить отношения. Надо просто себе честно в этом признаться, не всегда это возможно, что человек несерьезный, с которым ты хочешь... Ну, девушка выбирает Канаду, а не мужчину. Ну, как она будет в семье жить? Представьте, для нее семейная жизнь это менее важно, чем страна какая-то. Понимаете? Нет? Женщина должна выбрать семью. Где бы она, семья не жила, она принимает условия этой жизни. Тогда она счастлива в личной жизни. Если она выбирает страну, она так и будет ездить, потому что в Канаде что, там лучше, что ли? То же самое, что здесь. Или там лучше? Кто считает, что там лучше? Поднимите руку. О! Лучше. А в чем? А в чем лучше? Вот скажите, вот в чем там лучше? Ну, давайте выясним. А? А? Как? Добрее люди? А вы долго там были, нет? Нет? А сколько? Неделю? Я проконсультировал в Лос-Анджелесе 150 русских иммигрантов. Знаете, я что узнал? Интересную штуку. А, в общем-то, я в этом ведах уже знал об этом раньше. Что в каждой стране, в чужой, есть что-то лучше, на первый взгляд. А потом мы обнаружим, что там есть что-то хуже, на второй взгляд. И вот этот второй взгляд становится ключевым. Потому что потому что то, что нам радостно видеть, как на курорте, это хорошо, но нужны те вещи, к которым мы привыкли. Понимаете? Вот в Канаде там люди внешне мягче, внешне чище там, а внутри у них более холодные отношения друг с другом. Это невозможно объяснить. Это надо там пожить просто и понять, что вот этот холод, ты не достучишься ни для кого. Кто жил в Канаде, поднимите его? Почувствовали холод? Понравилось вам, нет? А? Ну и что, вот холод понравился? Страшно? У меня один русский тоже мигрил туда, он рассказывал. Он приехал, когда в Россию оттуда ему на таможне сказали матом. Ему так радостно стало, он начал обнимать человека. Почему? Потому что близкие отношения сразу, понимаете, очень близкие, то есть ну сразу честно сказали матом, близко очень, а там нет близких отношений, тяжело добиться. И он так соскучился, он начал обнимать, говорит, спасибо тебе. Он так соскучился по таким отношениям близким. Русскому человеку лучше вот так вот, честно матом сказать и все. А вот это деликатное, вот это вот на расстоянии, это очень тяжело потом становится, так жить. Никому не достучишься, понимаешь? Да, мы со всем согласны, до свидания. Со всем согласны, до свидания. Со всем согласны, до свидания. Так 10 лет. Ну хотя бы один раз, здрасте. Очень тяжело. Не то, что там плохо, там хорошо, но для других людей, там хорошо жить, но для другого склада людей, понимаете? А нам вот такая жизнь нужна. Но иногда кому-то там лучше. Очень редко бывает. Такое бывает очень редко. В основном люди чувствуют страдания, когда они переезжают в другую страну. И так в каждой стране по-своему. Но в целом система такая. В Америке больше холода и тяжелее создать семью. А мы семейные люди по природе. Нам надо семья. Там тяжело очень. Там люди же привыкли жить по одному. Им так нравится. Даже в семье они живут по одному часто. На Западе там есть много чего другого хорошего. Там есть, допустим, вот эта вот роскошь жизни. Есть как бы устроенность, есть трудоустройство такое стабильное. В чем-то стабильность, в чем-то трудности. На Западе люди более деликатные в отношениях, более обидчивые. Им так же тяжелее, чем нам строить близкие отношения друг с другом. Они любят как бы определенной жизни и законы. Понимаете, у нас с этим проблема у русских людей с законами. Поэтому там бояться русских людей страшно на Западе. Потому что русские что-то создают, все, законы не соблюдаются. И они страшно переживают от этого. У нас другая природа, более свободная, понимаете. Там надо просто счастливо жить в такой вот своей природе, русской. На Востоке там люди более, чем мы, близкие друг к другу. Они у них более глубокие отношения друг с другом. Более религиозные, устойчивые семьи. Религиозные традиции. У нас меньше традиций религиозных, чем там. Понимаете, все по-разному. Ты приезжаешь на Восток, ты не сможешь так жить, как они. Женщина не сможет так вести себя, как мужчина хочет восточный. Западная женщина так не сможет себя вести. Ей будет очень тяжело. Поэтому каждому лучше жить там, где ты живешь. Два червячка вылезли, как бы, и один маленький сынок говорит, папа, а правда в яблочках червячки тоже водятся? Правда. А в арбузиках? Правда. И в малинки даже водятся? Правда. Ну давай там жить. Нет, сынок, поползли назад. Там наша Родина. Понимаете? Где Родина, там и надо жить. Вот такой ответ. Ну ладно, у нас сегодня важная тема семинара. У нас, я думаю, мы уже собрались все вместе. Особенности семейных отношений в наше время. В общем-то, мы уже ее начали по запискам. Первая особенность – это изменение в характере мужчины и женщины. Что такое наше время? Давайте возьмем наше время. Что такое наше время? Мы думаем, о, у нас идет развитие наше время, да? Развитие. Мы думаем, мы развиваемся. Вот большинство людей считает, что идет прогресс. То есть мы развиваемся. Кто считает, что идет прогресс? Поднимите руку. Ну что наука, техника, культура, все развивается. Кто считает, что идет деградация? Лекции наслушались уже. Молодцы. Итак, смотрите, сейчас я все объясню. Что такое прогресс, позицевед? Прогресс означает увеличение духовности людей. Это прогресс. Самое ценное у человека – это отношения с высшими силами. Они дают чистоту человеку, они дают совестливость, дают возвышенные отношения также друг с другом у людей. Дальше прогресс означает уменьшение вредных привычек, увеличение устойчивости семьи, уменьшение грехов в жизни людей, а именно аборты, пьянство, разврат и так далее. Это означает прогресс. Увеличение культуры в жизни людей. Культура не означает швейцарские часы, наглазные брюки. Культура – это внутренняя вещь. Означает не изменять, любить друг друга, означает верность сохранять, устойчивость семьи, не лгать, по-доброму относиться к старшим, младшим, равным и так далее. Это называется культура. У нас культуры больше стало, нет? Семьи лучше сохраняются, нет? Пить стали меньше, нет? Богу мы больше верим, чем раньше, нет? Видите, у нас идет деградация сейчас, деградация, мои хорошие. Когда прогресс означает, люди любят друг друга, строят близкие отношения друг с другом, они чувствуют счастье в отношениях, они более простые, доступные, отзывчивые. Смотрите, идет отгорожение людей друг от друга. Мы даже не знаем, как знакомиться, люди не могут познакомиться, потому что нет отношений. Каждый человек живет отдельно друг от другого. В доме почти никто не общается друг с другом, так? Мы становимся более независимыми, более отгороженными. Прогресс также означает, что люди могут большими семьями жить. Вот смотрите, мы не можем даже с родителями вместе жить, это невозможно для нас уже. Если меня спросят, что лучше, жить с родителями вместе для русского человека или отдельно, я скажу, лучше отдельно. Почему? Потому что нет силы у русского человека жить с родителями. Поднимите руку, кто с родителями живет и счастлив. Вот это означает цвет нации. Вот эти люди цвет нации. Почему? Потому что у них есть вот эта врожденная культура в отношениях со старшими. А это очень сложно достижимо в наше время. Понимаете? Большинство людей не способны на это. Вот поэтому я и говорю, что прогресса мало. Прогресса мало у нас. Прогресс означает культурный прогресс, нравственный прогресс. А все остальное – это развитие техники там. Ну, в чем прогресс-то заключается? Что мы вместо рук теперь стираем на стиральной машине, еще не факт, что лучше. Гиподинамия от этого развивает. Скоро человек вообще будет, как робот. Будет сидеть за компьютером, двигаться не будет. Покакать будет автоматически все происходить. Покушать, подноситься автоматически. Сейчас мы смеемся, скоро так будет. Приготовить – пожалуйста. Так, оп, приготовилось все. В Японии уже придумали вакуумную доставку пищи. Понимаете? В доме вот вакуумная доставка в пище. Допустим, если хотел вот это покушать, раз, и тебе – горячее блюдо. Классно же? Думаете, классно. Видите? С первого взгляда классно. А на самом деле женщины атрофируются, они не могут готовить там уже в результате. Это означает пища без любви. Понимаете, все, что мы не по Богу делаем, все приносит страдания. Вот смотрите. Допустим, вакуумная доставка пищи означает готовим без любви. Готовим без любви – значит, любви в семье нет. Любовь создается с помощью служения друг другу. Допустим, муж не заботится о жене. Жена, муж, где будет любовь? Она через служение передает. Служить нечем. Готовит вакуумная доставка, стирает машина стиральная. Там любви нет. Нет отношений в семье. Понимаете? Нет близких отношений – значит, нет любви. Все. Поэтому этот прогресс научно-технический еще не факт, что это вот развитие какое-то. Смотрите, все, что мы не как природа сделала, делаем, получается хуже, а не лучше. Допустим, где лучше жить – в деревянном доме на берегу реки или в многоэтажке? А? Кому без разницы? Вот молодец. Без разницы совсем. Я вот сейчас на 22 этаже живу в гостинице. Разница колоссальная. Когда человек, которого на земле живет, в коробке вот в этой каменной, человек же должен дышать природой, понимаете? Дышать природой. Он должен испытывать счастье от отношений с природой. Знаете, я вот сейчас живу в деревне, я знаю, что есть разница. Я открываю окно. Соловьи поют, заливаются, но не все приметы сбываются, а твои слова не забудутся. Ну, то есть счастье, понимаете, курочки бегают вокруг. Очень приятно. Вот, а на 21 этаже курочек нет вокруг, понимаете? Какая-то редкая птица долетит до середины Днепра. До 21 этажа тоже. Счастье же в отношениях. Когда ты живешь в этой коробке, там нет отношений. Счастье в отношениях. Я не на даче, я там живу. Каждый день тогда. Поют каждый день, да. А? Что после 22 этажа? А? Вы знаете, после 22 этажа можно иногда не дождаться, чтобы поют. Да, потому что человек, когда он в этой среде живет, он теряет себя. Многие женщины, которые здесь живут, в Москве, они не могут даже зачать детей. Это большая проблема. Того, что человек оторван от природы живет. Мы созданы природой и в природе должны жить. Но так как мы создали сами эту жизнь искусственную, мы сейчас сами хлебаем эти плоды, понимаете? Я о чем сейчас говорю? Что это не факт, что этот прогресс является чем-то хорошим. Это не факт. Давайте серьезно как бы задумаемся, куда мы идем. И то же самое происходит в отношении. То же самое происходит в отношении. Поэтому отношения в наше время. Смотрите, в наше время что происходит самое главное? Люди получают неправильное образование. Веды говорят, что правильное образование означает 7 лет до 13. Человек должен получать нравственное воспитание. Потому что в это время у него есть в сердце правильные понятия. Дети, они очень открыты к чистоте. Дети вот в это время, они чувствуют. Им скажут, будь честным. И откликается сердце. Понимаете? Потом уже после 13 лет не сильно откликается. Человек уже интересуется, как ему жить. И это означает, что он профессиональное образование должен получать после полового созревания. Но для чего нужно это нравственное воспитание? Оно нужно для того, чтобы женщина стала женщиной, а мужчина – мужчиной. Сейчас объясню, что это значит. Смотрите, если взять, допустим, женщину современную, то у нее идет сильный крен в мужскую сторону. То есть она стремится к независимости. То есть означает, она стремится создать все возможности работать где-то, устроиться там, получить образование там и так далее. Это зависимость или независимость? У нее увеличивается зависимость от того, что она имеет очень много квалификаций каких-то, зависимость от мужчины? Увеличивается в этом случае? Нет. Ну скажут, а ну нормально, она же что, разве женщина должна быть развитой? Конечно, женщина должна быть развитой. Вопрос только в чем? Вопрос только в чем? Вопрос только в том, что женщина должна быть женственной, доброй. Она должна быть опытной в личной жизни, в психологии отношений, должна быть опытной. Она должна понимать, что такое построение отношений в семье, как сделать так, чтобы никто никого не бросил. Как воспитывать детей? Женская природа этим занимается. Как строить отношения с родственниками? Как в социуме, в котором мы живем, сделать мир, заботу и покой? Смотрите, женщина тоже социальное существо, не то, что она только семейное. Но как она в социуме себя ведет? Она должна заниматься социальными проектами. То есть женщина по природе своей очень отзычивая на чужую боль. И чувствует, что надо помогать тому, надо помогать тому. Для нее это естественно, для женщины. И поэтому женщина должна учиться вот этой социальной заботе. То есть она должна учиться, заботиться обо всех родственниках, о знакомых, поддерживать отношения. Это же труд все. Вот, допустим, дома, домашние дела, это труд или нет, женщины? Это тяжелый труд. Мужчины могут этого не понимать. Скажут, что ты бездельничаешь, ходишь? Это не безделье. Кто отношения, атмосферу любви создает женщина? Кто готовит, то стирает, то убирает, то чистоту поддерживает. Мужчина же не будет чистоту поддерживать, у нее нет этого в природе. А у женщины есть. Кто отношения с родственником поддерживает? Мама звонит. Почему вы мне не звонили целых два месяца? А кто звонить-то должен? Мужчина. Мама. Жена звонит. Она общается, это ее природа. Так? Бабушки вокруг, голодные, несчастные, доживают свою жизнь, одинокие люди. Кто о них позаботится? Женщины. Дети. А женщины, они должны заботиться. Объединяться женщины должны в заботе, воспитании детей. Обучение детей, школы там и так далее. Опять женская деятельность. И даже забота о больных людях в основном женская деятельность. Это социальная деятельность. Когда женщины занимаются социальной деятельностью, общество становится счастливым. Но почему женщины не занимаются социальной деятельностью и не занимаются семьей? В чем причина? Потому что в наше время, в результате деградации, не прогресса, а деградации, женщины склонны, вернее, не склонны заниматься женской деятельностью. Не склонны становятся. Им хочется заниматься чем-то другим. В результате общество становится сухим, холодным. холодным то есть нет женской энергии в обществе холодным общество становится нет теплоты помните я часто пою эту песню выйду на улицу гляну на село девки гуляют и мне весело знаете это женская энергия женская энергия на селе да почему так тепло отношениях в селе потому что женщины сидят улыбаются да на селе на лавочке улыбается всем теплая атмосфера создается они все помогают как заботиться обо всех кому-то раз что-то случилось кем-то раз подошла помогла позаботилась женской энергии так или нет сейчас женщина знакомится с соседками вот так женщина приехала куда-то раз со всеми соседями познакомилась есть такой нет редко в основном нет только мы дома сидим и создаем другую энергию если женщина совсем не познакомилась то что придется сделать всеми враждовать то тоже женская энергия смотрите она действует наоборот то есть женщина если с вами не познакомилась дружеские отношения поддерживаться что-то там произошло начну это тоже женская энергия начала сплетничать начала обо всех плохо говорить, все вокруг все плохие, все. Опять эта энергия вражды начала распространяться, почему не хватает женской энергии. Так? Что такое нравственное воспитание? Это когда девочка с детских лет учится быть женщиной. Это нравственное воспитание означает. Она становится сильной личностью. Вот сейчас, если взять сильную личность, взять, начать думать. Вот что такое необразованность? Необразованность означает извращение понятий. Вот смотрите сейчас, кто такая сильная личная женщина? Мы медитируем. Сразу такая бизнес-леди всплывает, такая крутая, все, пальцы веером. Сильная личность, женщина сильная. Совсем неправильное понятие. Неправильное представление о сильной женщине. Уже сформировалось в обществе. Потому что это как раз и есть не сильная женщина, а слабая. Почему она пошла в эту жизнь? Потому что ее собственные обязанности ей трудно выполнять. Поэтому она туда и полезла. В этой бизнес-леди. Потому что по-женски жить тяжело женщине. Всегда женщине по-женски жить тяжело. Поэтому она и лезет туда. Теперь мужчина. Почему женщины начали? Потому что женщины, они больше склонны принимать правду о себе. Если я сейчас мужчин начну, то меня закидают тухлыми яйцами. Спасибо, благословение. Про мужчин. Это вообще тяжело слушать сейчас. Приготовьтесь. Так, смотрите, мужчины. Если вы еще мужчины, пусть долгим будет путь. Вот новый поворот и мотор, ребят. Что он нам несет? Смотрите, дело все заключается в том, что мужчина не означает то, что сейчас думают. Вот если это сильный мужчина, представьте сейчас. А, настоящий мужчина. Что это значит? Медитируем на это. Настоящий мужчина. Я вот сюда прилетел, в Москву. Я видел рекламу. Такой мужчина стоит. Голый, почти, ну, по поясу. Такое лицо соответствующее такое. И как бы там косвенно в этой рекламе указывается на его половую силу. Я говорю, настоящий мужчина. Настоящий. Ну, то есть, настоящий мужчина сейчас в буквальном смысле означает большая горилла такая. Потому что половая сила – это обезьянья вещи, это не человеческая. Большая горилла такая, крутая такая. Может сексом заниматься 10 раз в день. Настоящий мужчина. Видите, что мы из мужчины сделали? Гориллу сделали из мужчины. Теперь, кто же такой настоящий мужчина на самом деле? Давайте разберемся в этом вопросе. Оказывается, есть такое понятие «настоящий мужчина». Оно означает самоконтроль, способность сдерживать свое половое желание, решимость, целеустремленность, способность работать над собой, аскетизм, мужество, ответственность, самообладание, стойкость внутренняя, способность принимать решительные решения и достигать свои цели. И знаете, если разобраться в этом вопросе, то есть одна интересная вещь. Оказывается, отношение к этому вопросу насчет гориллы является ключевым. Потому что настоящий мужчина контролирует свою половую энергию, а настоящая горилла не контролирует, а наоборот считает, что это в нее самое главное. Настоящий мужчина стремится обуздать половое чувство свое, и поэтому у него появляется мужество, сильная память, аскетизм, выносливость, способность преодолевать трудности. Все это от самоконтроля идет. Самоконтроль означает способность победить свою зависимость от женщины. Поэтому в ведической культуре, в древней, мальчиков воспитывали отдельно от девочек и учили быть настоящими мужчинами, контролировать себе половое желание. Сейчас ситуация какая? Ситуация заключается в том, что уже с 13 лет, как только что-то начало шевелиться, то есть у мужчины появляется стойкое изображение перед глазами. Я уже пел сегодня. «И снова вижу образ твой, Мадонна!» Вот. Ну не та Мадонна, конечно, которая там, а другая. Вот. И результат какой? Вот эта картинка постоянно раздетой женщиной перед глазами, которая стоит у мужчины, она дает ему совсем другое развитие. У мужчины психическая энергия не по мужскому, по правой стороне тела идет, а по женской, по левой. Значит, мужчина становится слабовольным, он склонен, становится к вредным привычкам, у него появляется похотливость, то есть у него как бы вторая фамилия появляется, не паспортная вторая фамилия, Кобелина итальянская. Итальянская фамилия вторая появляется у него. И он как бы начинает жить по принципам поручика Альжевского. Знаете принцип поручика Альжевского? Вы простите меня за этот анекдот, но он как бы показывает настоящего мужчину современную. Не были ли вы в молодости членом суда? Бывало, с членом туда, с членом сюда. Согласно законам вот этого мира, человек, который так мыслит, он не может быть счастливой личностью. Почему? Потому что счастье мужское зависит от его способности победить самого себя. Понимаете? Победа мужчины начинается с самоконтроля. И вот смотрите, вот в этом заключается особенность отношений в наше время, что они очень сложны. Потому что женщина, ее энергия идет в правую сторону мужскую, она становится независимой, она становится мужественной, она становится как бы властной, она начинает давить на мужчину. Мужчина становится слабохарактерным в результате того, что он зависит от женщины. То есть он постоянно думает о сексе. Означает слабохарактерность. Настоящий мужчина как поет? Первым делом, первым делом, самолеты. Ну а женщины? А женщины потом. Понимаете? Это настоящий мужчина так поет. То есть для него развитие, как бы его деятельность, настоящая жизнь. А женщины потом. И некоторые женщины думают, ну это как, Олег Геннадьевич, как это потом, женщины? Так вы посмотрите в свое сердце, женщины, посмотрите в свое сердце. Вам что, нравится вот этот вот, муля, не нервируй меня? Когда мужчина... Ну как бы... Или такой вот мужчина, который... Он не может себя контролировать, орет постоянно, дерется. Почему это у мужчины все проявляет в характере? От бесконтрольности. Смотрите, если взять, допустим, почему мужчина не может с женщиной спокойно обращаться? Потому что он очень сильно психически зависит от женщины. Он зависит от ее половой энергии, вот этой энергии привлекательности. И так как он от нее зависит, у нее чуть-чуть настроение поменялось, а у женщины постоянно меняется настроение. Оно не может стоять на месте. Настроение чуть-чуть поменялось, и его сразу... Корежит это, он не может это терпеть. В чем дело, он говорит. Она говорит, я тебя трогаю. Трогаешь. Понимаете, то есть она его не трогает вообще, она просто, у нее настроение поменялось, потому что она женщина. Он постоянно меняется настроение. А его это трогает. Почему? Потому что он зависит от женской энергии. Вот в этом заключается проблема. Мужчина не может себя контролировать. Он дерется, он ругается, он выпивает. Вредные привычки означают, нет силы контролировать себя. Почему? Потому что все идет в половую энергию. Мысли только о сексе. Все. В этом заключается проблема. И смотрите, об этом ведь никто не говорит. По определению все говорят об обратном. Если взять телевизор, посмотреть. Настоящий мужчина это какой? У которого есть жена, она его любит. Ну обязательно есть любовница еще. Он настоящий мужчина, он настоящий. То есть много женщин вокруг. Так это означает не настоящий мужчина, мои хорошие. Настоящий мужчина, это мужчина, который способен победить в себе вот это желание. Наслаждаться женской энергией. И тогда женщине с ним комфортно рядом становится. Потому что чем больше мужчина хочет наслаждаться женщиной, тем где тяжелее женщины жить. Она чувствует, что ей тяжело рядом с таким человеком. Так или нет, женщины? А кому какой женщине нравится, чтобы больше приставал, чтобы больше мучил? Есть такие? Я вас благословляю. Есть такое слово ведическое. Татастху. Я вас благословляю. Вас будет больше мучить. Или не благословлять? А? Это и есть ваши проблемы. Тогда не благословляй. Видите как, оказывается, беру свои слова назад. Я пошутил так просто, чтобы вас немножко отрезвить. Итак, смотрите, оказывается, вот так вот, мои хорошие. Женщина хочет, чтобы мужчина обращал на нее внимание. Это факт. Но по факту лучше для мужчины работать над собой. Женщине это трудно объяснить, потому что ей хочется, чтобы мужчина обращал на нее внимание. И женщина должна так себя вести. Она должна быть красивой, привлекательной. Не то, что она должна в паранже в семье ходить. Она должна привлекать мужчину. А мужчина должен работать над собой. И в результате наступает гармония. Смотрите, женщина становится красивой, привлекательной очень. А мужчина становится очень сильным, мужественным. Другой вариант. Смотрите, женщина привлекает мужчину, он привлекается и мучает ее постоянно. Она теряет свою силу, свою красоту в результате. Она замученная становится, а не красивая. Или нет? Видите, и противоречие такое есть. Так вот, знайте, что это тайна большая. Кто такой настоящий мужчина, это тайна в наше время. Потому что мало кто из мужчин согласится с этим термином. Это очень больно слышать мужчине, кто такой настоящий мужчина. Веда объясняет, что все развитие мужчины начинается с самоконтроля, с контроля семени. То есть, решимость, мужество, отвага, это энергия семени, все. Если мужчина постоянно теряет семя, у него теряются эти качества. Естественным образом все это теряется. Это проблема. Итак, смотрите, наше время. Берем теперь наше время. Культура потеряна. Девочек не воспитывают девушками, да? Мужчин не воспитывают мужчинами. Результат какой? Результат такой, что начинать совместную жизнь очень трудно. Потому что накопления очень тяжелые. Ну, конечно, мы начинаем легко. У нас идет бархатный сезон. Ла-ла-ла-ла-ла. Ну, то есть, мы начинаем, мы счастливы, все. Но потом-то, по факту, остается совсем другое. И это называется наши возможности быть счастливыми. Они осквернены отсутствием хорошей судьбы. То есть, женщина ведет себя, как мужчина. Мужчина ведет себя, как женщина. И даже по факту, вот если взять семьи, они как создаются. Мужчины часто ведут себя безответственно. Бывает так, что мужчины часто не хотят работать. Женщина, наоборот, гиперответственность социальную проявляет. А у нее там по две работы, там она больше зарабатывает. Мужчина чаще всего, там, я не могу найти себе работу, прости, там и так далее.